В воскресенье я подошел к кассе, пообщались немножко, подружились. Здесь клиент постоянный подошел, тоже пообщались. Я все облизываюсь на эту чашечку кофейную. Уж больно она мне нравится. Внутри изящная, со сценкой, с ангелочком. Рискнуть, рискнуть, забрать. Красота. Няшная, няшная. Синенькая тоже пока еще в наличии. Ой, какой интересный у этой бомбонерки завиток на верхней части. Все уже переоделись в легких одеждах. Хотя не один я. Как раз так, я сейчас Асе говорю. Как сложно расстаться с прошлым. Сложно снять этот пуховик. Перейти на пальто. Что за такое? Вот действительно сложно поменять одежду, к которой ты привык. А надо, жарко в пуховике-то. В расстегнутом, конечно, хожу, но все равно. Курочек молочное стекло пока еще в наличии. Так, рюмеры тоже. С виноградинками. Прекрасные, правда? У трюмеров у меня в наличии нет. Две масленки, сырницы. Все их масленками хочу назвать пока в наличии. Тарелка эта крутая тоже висит пока еще. Жардиньерка на собственной подставке. Сразу такой дает эффект. Дорого-богато, конечно же, да. Кофемолочка к жель. В общем, мы с вами на вернисаже. Но я сегодня еще хочу и нужно мне заглянуть на тишинку. Это чернильница такая. Ой, снова это разбитая внутренность. Но это можно поменять и найти. Но редкая с этими опять желудями. Хотя желуди в последнее время не встречаются часто, на удивление. Предметы с желудями. Раньше не обращал на это внимания. Смотрите, какая интересная тарелочка. Где пьется, там и поется. Ой, какая прекрасная тарелка. Кто-то сам крепление делал не очень так аккуратненько. Тем не менее, крепление сзади, а вся красота спереди. Горлопанят песню. Сразу вспоминается мультик, где волк запел. Сейчас спою. Настроенческая тарелка. Русские мужики, русские бабы, как говорится в народе. Так, это Англия. Три чашечки, тарелочки и одна чашка. Интересные. Старенькие. Кстати, да, я на такое внимание не обращаю. Это вот какая-то игра, что-то там, что вылетит, да? Да, балл. То есть мини такая. Это что это? Рефлексирование. Видите, я на такие вещи не смотрю. А вот люди обращают внимание. А я далек. Я никогда не играл в эти игры. У меня не было даже там этого, кто там бегал, Марио. Ничего этого у меня не было. И такого не было. Как-то я обошелся без этого. У меня были свиньи, коровы, обязанности. Дрова, баня, в общем, сад, огород. Поэтому вот такого, увы, не было. Поэтому мне даже это не совсем понятно. Я все в трудах, да в трудах. Ну, как так сложилось. Ух ты, конек-горбунок. Так, это тоже у Васи. Вот эти свечи. Смотрите, ежики, собачки. Там еще массивные есть такие свечи подцерковные. Потом я вам покажу, подсниму. Там сейчас у Васи люди. Ну, вот это букет цветов тоже прикольно. Птички вы видите. Ежик вообще настроенческий, собачка. Вот тоже, смотрите, церковная. Ну, не церковная, а... Какую цену баночка? Как правильно назвать? Урановая баночка. Божественная тема. Здравствуйте. Я периодически смотрю Ваши плоды. Все прекрасно, информативно. Между прочим, хрусталя снова входят в моду. Посмотрите здесь, какой выбор тоже всего. И вазы. Вот это интересная, кстати, форма. Бомбоньерка вот эта роскошная, между прочим. Какая пипка у нее шикарная. Ножки высокие. Это что-то на французский манер. А чем такое? Неплохой выбор. Вот молочник прекрасный. Ну, понятно, мы же даже не торговались. Сталя, а у нее тоже, как бы, нету хрустального молочка. Тоже хочется. Так, вот прелесть. Можно даже в подстаканник приспособить. А сколько такой молочничек? Вот этот вазон хотел еще показать. С интересным краем. Росы, гравировочки. Какой бутыль огромный. И как хорошо в него встали эти подсолнухи. Приспособили. Так, вот здесь молочнички всякие. Большой выбор. Так, изнутри я вам рынок покажу. Ух ты, полный сервиз. Как красиво смотрится. Одного цвета, когда все на полке стоит. Спасибо. Прорезной фарфор. Большая, крупненькая ваза. Ну, вот она прям большая. Сантиметров 70, наверное. Это камешки. Здесь камешка сделана. Вот эта прекрасная. Яркая. Иностранцы, вижу, сегодня ходят. Прикупают для себя новинки. Так, смотрите, подошел здесь я к Марине. Это недалеко от Аси. Вау, сколько тут убранства. Ёшкин кот. Я не знаю, прям за что хвататься. Но птички милейшие. Птички милейшие. Милейшие. Супер. Этот, этот птенец. Прямо они роскошнейшие. Они с клеймами. Они прекрасные. Так, давайте еще с вами что-нибудь рассмотрим. Здесь часики стоят. Бомбонерка какая. Чудеса. Просто чудесные. Предметы чудесные. Все хочется потрогать. Все хочется ощутить. Так, сейчас мы еще на этом столе посмотрим с вами. Тут тоже какая-то красота и новиночки. Тренировки? Да нет. Да нет, давай. Мэйсон. Мэйсон. И это, скорее всего, тоже Мэйсон. Да, конечно. Так, еще красоты. Чайник первый. Чайник второй. Посмотрите. Один прекраснее другого. Захочешь выбрать, даже не знаешь какой. Ну, скорее всего, надо оба брать. А под разное настроение. Чудесные. Здесь какой сервис необычный. Посмотрите, яркий. Давайте второй поближе покажу. Старенький. Франция, скорее всего. Замечательный стол. Замечательный. Здесь еще и варианты часиков. Вот эти необычные. Видите? Они подвесные. Парфор. Охота. Одному охота, другому неохота. Тоже комплект эгоист. Чашечки только не хватает. Там у нас Артур стоит. Вчера тут скандал был. Девочки, прекрасное блюдо. Довоенное. Есть в продаже. Если что, готов вам его отправить в ваш город. Так. Это у нас Ваймер. У него даже номер есть у этого блюда. Там, где подпись Ваймер. Там же и номер. Оно не маленькое. Видите? Еще тут симфонион стоит. У него запасные есть вот эти пластины. Я помню, что... Ну, вот этот вариант нужно именно крутить. Тогда только музыка играет. А как-то я встречал тот, что именно заводишь, и оно само играет. Не нужно крутить. А здесь себе накрутить. Вот, чтобы играла музыка. То есть, нужен человек. Человек. Пожалуйста, музыку. Он крутит, и уже господа слушают. Ой, какие там тарелочки красивые, кобальтовые, с собачками. Слушайте, а вообще успокаивать. Сидишь, чем-то занимаешься. Отвлекаешься от всего. Да. Есть вот эта вставочка, что тут надписи. В общем, с собой можно носить. Видите? Прекрасная вещица. В любом случае, бомбонерка какая интересная. Ребятки, смотрите, какая красота Франция. Шкатулка. Шкатулка. Там девушка тоже крутит. За мной следом пошла крутить. В общем, конечно, красота. Заманчивая. Шкатулка прекрасная. И она немаленькая. Шкатулка. 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 Бархат внутри. Тонкостенная. И этот стол тоже, взгляните, какой. Прям вкусные предметы. Какой-то бокал необычный. Это ваза просто. Боже, какая красота. И тарелочки прекрасные. Сюжет. Путь без автора есть. Боже мой. Картина какая прекрасная. Да. Конечно. Впечатляет. Ваза впечатляет. Сколько ваза стоит? Ваза 50. 50 тысяч, ребятки. Ой, мне кажется, она этого стоит, конечно. Она этого стоит. Ну, 145 отдадут, наверное, в итоге. Если прям вот так денежку достать. Я спрашиваю. Еще одна часть рынка. Здесь прохожу быстрым шагом. Тут ничего не найти. В общем-то, такое все. Такое все. Тарелочка симпатичная с птичками. Между прочим, Чехословакия с кобальтовыми краями. И даже там рельефы есть. Проглядываются. Есть еще с виноградиком. Это, по-моему, Англия, насколько я помню. Смотрел, но уже забыл. Вот эти черевички встречаются иногда и с парочкой. Продаются, по-моему, по отдельности. Но птички, да, понравились. Здесь вот такая еще есть. Птички взгляд притягивают. Мадонна стоит. Ты секстинская Мадонна. Образ светлый, настоящий. Нежный такой рисунок. Самого медальона. Приятно, кстати. Так, это вот такой резкий спуск. Вот новый поворот. И мотор вебет. Что нам несет? Пропасти ли взлет? Да, действительно, жизнь идет. И каждый день ты не знаешь, что ожидать завтра. А завтра у нас понедельник. А сегодня воскресенье. Все гуляют. Так. Я сегодня ничего не перекусывал и уже захотелось. Уже захотелось. Вот видите, здесь обувочка стоит. В принципе, по 100 рублей. По 100 рублей. Здесь украшение. Тьма. Тьмущая. Это у нас сейчас время. Ой, пардон. Сейчас скажу, сколько времени. Время. Три часа. Без трех минут три. Видите, все активно. Пластинки. Вот здесь целая короба. И диски. Диски вот там смотрят. Ой, это ежик. Такая масленка. Обалдеть. Ежик. Ни головы, ни ножек. Масленочка. А чье же это? Давайте. Ай, пардон. Сумка. Сейчас вскочила. Так, а это ГФЗ. ГФЗ. Забавный. Не видел. Вот каждый раз что-то и что-то встречаешь. Котик вот такой прекрасный. С зелеными глазами, кстати. Видите? Зеленоглазик. Зеленоглазое такси. Тут, конечно, красота. Вот на верхнюю часть поднялся. Кстати, сегодня здесь даже, даже здесь стали продавцы. В прошлый раз они здесь стояли, получается, летом. Летом потом запретили им здесь стоять. Ну, вот они сегодня как-то тут расположились. Снег растаял. Тут все было заснижено. Сугробы. Правда, поставили везде вот эти киосочки. Что и говорит о том, что все-таки рынок здесь будет располагаться. Впоследствии. Ну, наверное, выкупать им нужно вот эти домики. Вот. Так что эта часть рынка тоже начала работать. А вот и модельные туфельки. Кстати, очень хорошенькие носочки розовенькие. Красненькие у вот этих. Что одни, что вторые очень хорошие. Настоящая лодочка. Прям в лучшем своем виде. Туфельки шикарные для моделей. Да, давно я по этой тропинке не ходил. Получается, с лета. Многие из этих продавцов уже на других местах стоят. Ну, и лето вернуло их сюда. Как Натюрель смотрится. Да, да, да. По 100 рублей. У меня много их было в ресторан брали. 30 штук взяли для... А, вот эта дама прекрасная, да. Ага. А кто еще есть? Можете полистать там? Угу. Петр, вам надо на гвоздички, на маленькие, сюда, к стене. Головную уборку интересную. Красота. За 100 рублей удовольствие вот такое. Щипец прикольный. Гружеван. Так, вот это кто-то художник размышляет. Деньги подсчитывает. Печалится. Ага, ага. Спасибо огромное. Выбор хороший. Хороший. У меня много их было. Это музей заказывал, а заказывают всегда больше. А у меня в продаже не были нигде. Угу. Это кожаная сумка, она дорога. Прижимает. Ну и остатки уже как бы никому не нужны. Товарищ принес. Угу. Ладно, спасибо вам. Да. Так, все, нагулялся на воздухе. Надо бы мне еще на тишинку заглянуть. Сегодня последний день на тишинке. И там нужно денежку отдать, кое-что забрать. В общем, снять. В общем, везде какие-то дела. Везде по чуть-чуть. Ну, как и у всех, впрочем. Ой. Наслаждение получаю от солнца. Вот уж тут действительность такая. И вообще шай была бы в любая игрушка. Я люблю, когда вот так. Немного людей. То есть они есть, но их немного. Тогда как-то уютно. Нет толкучки. Там белая веранда, кафе наверху, на втором этаже. Они были здесь. Переехали сюда, по всей видимости. Народ идет туда. Сувенирки здесь много продается. Глинтвенчик, как всегда. А снежок потихоньку скутает. А мы с вами нагулялись и побежали на тишинку. Так что, да, новых встреч уже на тишинке. А Измайлова и вернисаж нас встречают всегда. Каждую субботу, если я не напомню, в Москве. Расположен в Москве. Измайловский вернисаж. Давайте я вам сам Кремль-то еще покажу. Полюбуемся красотой. Даже подойду сюда, поближе. Банкетный зал здесь расположен. Как раз сюда идут после прокосочетания. В этот банкетный зал. Иди сюда. Стой. Ну, на этом все. Хорошие. Пришло время разыграть нам подарок от Виктории. Презент вот такой она вручила. Здесь приложение. О, пардон. Руками неудобно. Я уже загрузил наши здесь все комментарии. Их здесь 100 комментариев. И вот они все о фарфоре. Нажимаю на кнопку случайный выбор. Фарфор. Любовь моя. Без фарфора и Ивана. Жизнь грустна и окаянна. Ох, а кто же это у нас написал? Вот что значит, не подписали свой ник. Так, мы сейчас зайдем туда. Зайдем. Кто же это у нас тут такой? Зайдет ли на его страницу? Татьяна. Татьяна. И все. Вот почему тоже нужно заполнять более полную о себе информацию. У нас одна Татьяна бывает частенько. на наших вечерних посиделках. Но та ли это Татьяна? Давайте будем ждать, кто пусть отдается Татьяна. А вообще, конечно, было очень много интересных комментариев. Сейчас мы пробежимся чуть-чуть слегка, что у нас встретится интересное. Не проживьте дня без роскоши фарфоровой. Из уст и рук нашего королевича фарфора жевает. Вместе с ним и тепло рук души мастеров той эпохи. Да здравствует фарфор. Все верно, Надежда. Фарфора, фарфор, поет душа. Вот чашка очень хороша. И статуэтка из фарфора прелесть. Фарфор, большая драгоценность. Фарфор, любовь моя. Без фарфора Ивана, жизнь грустна и окаянна. Вот, кстати, у нас наш победитель. Так, без фарфора жизнь не та, а с фарфором красота. Да, огонь вдохнул в тебя волшебный свет и красоту ласкающий взор. Изящнее твоих изгибов нет. О, чудо, белоснежный, белоснежная фарфор. Фарфор, это как душа тонкий и ранимый. Да, спасибо Виктории за фарфор. В общем, было много интересного. Прямо и, да, сочиняли вот тут у меня. Тут прекрасно все нежный, сочный, вкусный, роскошный, воздушный, легкий, аппетитный. Все черты собрал в себя. Фарфор от души. Поздравляю победителя. Я обожаю прогулки, понятик, говорят, с вами Королевич. Фарфор просто чудо. Фарфор на тишинке, сплошной восторг. Фарфоровая красота. Меняет время все вокруг, но ты тончайший, белоснежный. Наш фарфор останешься любим навек. Ой, Иван Королевич, здравствуй. Так, это много полюбила фарфор давно, но собирать стало недавно. Захожу к вам в гости и любуюсь этой красотой. Удачи. Так, заметили, фарфор всегда радует глаз. Роскошный фарфор. В общем, да, тут надо, быстро так не прочитаешь, а время тратить мы с вами не будем. В общем, у нас новое задание. Новый предмет у нас. Вот такой молочник. Это у нас Польша. Польский молочник прекрасный. Состояние тоже замечательное. И слово у нас молоко или молочник. Как вам понравится. Так что пишите под этим видео комментарии со словом молочник или молоко. И этот молочник приедет к вам домой. Что ж такое мутное-то все. Протираю, протираю, а оно все мутное. Ну, в общем, вы поняли. Жду от вас комментариев со словом молочник. А Татьяну попрошу отозваться и написать свой адрес для пересылки ее подарка. Все, пока, до новых встреч. Да, и не забудьте подписаться в Telegram. Ссылка не в Telegram, а в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Именно там я выкладываю новинки, которые у меня есть в продаже. Там очень много интересного. Подписывайтесь. Посмотрите сами. До новых встреч. С вами был ваш Иван Рыбников. Там, где месяц сказку сторожит, Где в зеленых дебрях ветер общит, Роща соловиная стоит, Белая березовая роща. Там на тонких розовых ветвях В зарослях черемухи душистой Соловей российский славный птах Открывает песню свою за свистом Из полей уносится печаль Из души уходит прочь тревога Впереди у жизни только даль Полная надежд Людских дорога И земля становится родней И сердцам понять друг друга проще Ты мне душу тронул, соловей Маленький волшебник белой рощи И совсем не ведая о том Ты напел заветное мне что-то Эту песнь да записать беру Что от журавлиного полета Из полей уносится печаль Из души уходит прочь тревога Впереди у жизни только даль Полная надежд Из полей уносится печаль Из души уходит прочь тревога Впереди у жизни только даль Полная надежд Людских дорога Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok